Каждый раз нижегородцев на заправке ждали новые цифры. Цены на бензин росли с пугающей скоростью. С мая по сентябрь годовой прирост цен на топливо увеличивался. Это объясняется двумя причинами, сообщает Банк России. Во-первых, дорожало топливо на мировом рынке. Во-вторых, нефтяные компании готовились к сокращению с 1 сентября размера компенсирующих выплат по демпферному механизму. Однако в октябре полные выплаты по демпферу были восстановлены. При этом в конце сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. В результате предложение топлива на внутреннем рынке увеличилось, и это позволило стабилизировать цены. Как следствие, уже в ноябре ограничения на экспорт были отменены. Оптовые котировки бензина за последний месяц упали на 14-15%, вернувшись на уровень начала года на фоне сезонного сокращения спроса, высоких объемов производства и последствий осеннего топливного эмбарго, пишет коммерсант. Если снизился годовой прирост цен на моторное топливо, то цены на ряд зависимых от импорта товаров, например, на одежду и мебель, наоборот, росли. Тем не менее, годовой прирост цен на непродовольственные товары практически не изменился, сообщает Банк России. Годовая инфляция в Нижегородской области в октябре составила 6%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе и России в целом. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в России по итогам 2023 года составит 7-7,5%. В следующем году она снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.